Всем привет! Сегодня мы расскажем про нашу новинку. Это Комбат 650, инжекторный, самый мощный наш мотоцикл. Двигатель, как я уже сказал, у нас теперь инжекторный. Это первый наш инжекторный мотоцикл, который мы продавали. Даже необычные все эти датчики, которые у нас теперь появились. И плюс у нас появился масляный радиатор. То есть, опять же, для дополнительного охлаждения. Масляный радиатор, масло проходит через него и охлаждается. Двигатель у нас 650 кубов, 644, если быть точным. 41 лошадиная сила. Максимальная скорость у нас в районе 160 км в час. Коробка у нас осталась механическая, 5 передач. Первый у нас есть, а остальные наверх. Датчик у нас немножко изменился. То есть, на прошлой модели Комбат 400 мы не могли даже на нейтралке завести. Теперь на подножке заводится, на нейтральной. Как только вы включаете передачу, мотоцикл глушится. Опять же, относительно прошлой версии колес у нас стали больше для асфальта подходящей. Также у нас остались спицы и достаточно большой дисковый тормоз. Ну, сам диск, диаметр очень большой. Также у нас на тормозах теперь есть АБС. Оно отключаемо, то есть, вы можете как с ним ездить, так и без. То есть, как вам больше нравится. Задняя покрышка также у нас теперь дорожная. 130 на 70, 18. То есть, опять же, у нас переднее колесо больше, заднее чуть меньше. Также у нас спицы. И сзади теперь у нас появился также дисковый гидравлический тормоз. На прошлой версии был барабанный тормоз. Цепь у нас 520. Сальниковая теперь она идет. Опять же, больше ресурс у нее будет теперь. По органам управления у нас, в принципе, все так, как обычно. Слева сцепление, справа тормоз передний гидравлический. Вот такой вот у нас интересный бачок. С тормозной жидкостью. Некоторые говорят, что слишком большой. В принципе, я думаю, на японских мотоциклах примерно такой же бачок всегда стоит. Справа у нас электростартер. Зажигание включаете, выключаете. Свет у нас в ближней и дальней включаются. Поворотники и звуковой сигнал. Также у нас есть вот такая вот интересная кнопка. Это вы можете выключить АБС. Крышка бензобака теперь у нас перенесена в центр. Бак у нас идет объем 13 литров. И расход примерно около 4 литров на 100 км. На старом кабате у нас стояла простая велогеновая лампочка. Здесь у нас теперь уже вся полностью фара светодиодная идет. Плюс у нас вот такие вот дневные ходовые огни. Кстати, когда включаете зажигание, здесь начинает работать насос. Это очень непривычно для китайского мотоцикла. Обычно у всех карбюраторы идут. И также вы здесь не найдете рычага подсоса. Опять же, когда заводил первый раз, все искал, где тут включить подсос. По посадке этот мотоцикл очень удобный. Но это дорожный классический, поэтому с посадкой тут проблем нет. У меня раз почти 180, я стою удобно. Но при этом вес мотоцикла сухой 180 кг. То есть мотоцикл достаточно тяжело ощущается. Плюс если вы будете с пассажиром, то тут уже приличный вес за 200 кг выйдет. Ну а так сидеть удобно. То есть руль тоже высокий у него. Руль перед собой. Все под рукой. Все под ногами. Переключать все удобно. И, кстати, насчет коробки. То есть мне тут коробка понравилась. То есть она переключается очень хорошо. Мягко и нейтралка легко находится. Пассажирское место здесь также есть. То есть вот специальная ручка есть. Подножки для пассажира. Ну и места, я думаю, за мной. Вот я сижу. За мной, в принципе, места достаточно для пассажира. Также на мотоцикле у нас есть вот такой вот багажник. То есть сюда вы можете поставить кофр пластиковый. Либо какой-то свой багаж установить. На прошлом комбате у нас были иногда жалобы на выхлоп. Тут у нас теперь идет 2 глушителя, получается, идет с каждой стороны. То есть в общем у нас получается 4 глушителя на 1 цилиндр. Поэтому звук теперь, я думаю, проблем ни у кого не будет. Вот у нас тут идет очень хорошая цепь. Она дидерская идет сразу с завода. 520-я, мощная цепь с сальниками, кстати. Что опять же скажется на его качестве. Мотоцикл, соответственно, у нас идет с ПТС. То есть вы регистрируете, получаете номера и выезжаете на дороге спокойно. Плюс тут нужна категория А. Ну и шлем, соответственно, обязательно. Не забывайте вообще про отдельную экипировку. То есть не только шлем и перчатки, также есть черепахи, куртки, наколенники, штаны. То есть все это обязательно нужно с собой иметь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!